У меня для вас очень хорошее и радостное известие. Сегодня у нас посвящение детей Господу. И для этого священнодействия я хочу пригласить на эту сцену родителей и их детей. Это компания Святослав Евгеньевич под наши аплодисменты. Шехов Рувин Александрович, Голанцова Виталина Витальевна, Петров Илья Валентинович, Хартюк Иван Николаевич, Фомкина Ева Евгеньевна, Цимбал Марк Денисович, Бессмертная Мия Назаровна, Авраменко Каролина Олеговна, Теплюк Дамир Артемович, Теплюк Доминика Артемовна, Кирилюк Денис Максимович и Кирилюк Дмитрий Максимович. Вот такой урожайный день. Становитесь ближе к друг другу. Пожалуйста, еще, 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 друзья мои, смещайтесь, потому что не все детки, не все родители поднимаются на сцену. Ну и шквал аплодисментов, друзья. Посмотрите, какой цветник у нас сегодня. И это не чьи-то, это наши дети. Дорогие родители, во-первых, в первую очередь хочу вас поздравить с этим прекрасным и светлым днем. Днем, когда вы посвящаете своих деточек самое дорогое, что есть Господу. Ну и перед тем, как мы будем молиться, перед тем, как мы будем помазывать елеем, благословлять и посвящать для Господа Иисуса Христа ваших деточек, мне бы хотелось сказать несколько слов в наставлении о том самом важном, что вы должны им дать, о воспитании. Сейчас о воспитании не говорят только ленивые. Интернет, газеты, журналы, книги, ролики в Ютубе, от Ушинского до Сухомлинского, от Бенджамина Спока до Комаровского и все нас учат, 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 как воспитывать наших детей. И в итоге что это дает на выходе? Ничего. Или практически ничего. Так все же, где нам, родителям, взять то необходимое пособие, которое нам поможет воспитать детей не только добрыми и добропорядочными гражданами, но и хорошими, добрыми христианами? Это, конечно же, Святое Писание. И вот хотел бы сейчас вам зачитать. Это книга притчи, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дни, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи имя шею свою, навяжи их на скрижале сердца твоего, и обретешь милость и благовление в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум свой». Каждый раз, когда я читаю подобное местописание, мне представляется зрелый, добрый, мудрый отец, который посвящает своего ребенку время, он его готовит ко взрослой жизни и отдает самое дорогое, что у него есть – знания. Вы знаете, размышляя над этим, я вспомню, а у меня было почти так же. Мой отец был старше меня намного, ему было 44 года, когда я родился, он прожил очень достаточно длинную жизнь на тот момент, он прошел войну, у него было очень много знаний, он был эрудит, и каждую свободную минуту он всегда посвящал мне. Но чаще всего это было всегда, когда мы выезжали на реку летом. Мы выезжали в отпуск с палатками, как он говорит, бродяжничать. И вот в этих наших походах он рассказывал мне важные вещи, на его взгляд тогда. Как разжечь костер в сырую погоду? Как поставить палатку так, чтобы она не унесена была ветром и не замокла? Что делать с машиной, если она заглохла на лесной дороге? И как в этом же лесу, не имея крана с питьевой водой, не умереть от жажды? И вы знаете, это мне помогло. Будучи юношей, я занимался в клубе юных моряков «Шквал», который на Борщеговке в Киеве. Мы ходили в длительные походы. Мы ходили под парусом, мы ходили на веслах. Было очень интересно. Мы жили в палаточных городках. И вы знаете, моя палатка никогда не намокала. Когда приходил мой человек готовить на камбузе, я готовил для всего экипажа, то моя еда не пригорала. Со временем, потом уже, когда меня призвали в армию, я служил, через полгода я уже стал старшиной роты, и для меня абсолютно не возникало вопроса, как обустроить 80 человек в походных условиях, да так, чтобы условия были такие же комфортные, как в стационарной казарме. И эти знания со временем, как вы понимаете, я начал передавать своим детям. Бог дал мне жену, Бог дал мне прекрасных дочек. И вот мы ездили так же, как мои родители, сначала с палатками, а потом нашли уже более цивилизованный образ. Но то же лес, но то же река. Это были домики под Киевом. И вот там вот, несмотря на то, что у меня девчонки, я учил их рубить дрова, разжигать костер. Они ставят палатку, они хорошо ориентируются в лесу без компаса. Когда они начали подрастать, я научил их плавать, ездить на велосипеде, водить автомобиль. И вы знаете, на то время это было очень здорово для меня. Но в этом году мы столкнулись с тем, что столкнется каждый из вас. Мы поехали отдыхать самостоятельно. Не потому, что мы жадные или жестоковыные. Нет, наши дети выросли. И вы знаете, для меня это было просто каким-то таким вот абсолютно новым ощущением, как отдыхать без детей. И вот я как-то раз утречком молился, читал Слово Божие, а потом, находясь в том месте, где мы отдыхаем уже 20 лет, меня накрыла такая волна воспоминаний, такой ностальгии по тому чудесному времени, когда мои дети были маленькие. Вот здесь вот я им делал место для кукольного городка. А вот здесь девочки мои ставили первую палатку. А вот здесь мои девчонки разжигали костер. И вы знаете, на волне этих воспоминаний я подумал следующее. А все ли я передал своим детям, чему ночью у меня мой отец? И вы знаете, я с горячей понял. Нет. К великому сожалению, я не передал им и половины того. Не потому, что я ленился. Возможно, просто не хватило времени. А возможно, в силу того, что у меня мужская информация, у меня все-таки девочки. Пусть продвинутые, но девочки. И вы знаете, от этого мне стало очень горько. Но слава Богу за нашего Духа Святого, который, пришедший ко мне, сказал, не грусти, не впечалься. Ты им дал гораздо больше того, чем дал тебе твой физический отец. Ты их научил тому, чему тебя научил Небесный Отец. Ты познакомил их с Иисусом Христом. Ты рассказал им о том, что есть тот, кто любит их, вне зависимости от того, какие они. Ты научил их молиться. Ты научил их читать Библию. Ты их приучил к тому, что нужно служить Господу. И сегодня твои девочки служат с тобой. И действительно, сегодня на этом служении служат со мной мне две дочери со мной. Одна поет левит. Одна в зале находится где-то с фотоаппаратом и фиксирует все. Ты отдал им больше, чем мог бы дать твой отец. Вспомни, когда несколько лет назад в твоей жизни пришли испытания. Ты побежал в лес искать воду? Нет. Ты начал искать вот здесь воду. Воду Слова Бога Живого. Ты нашел то обетование. Встал на это обетование. И это обетование защитило тебя. Не переживай. Пока они со мной, они в безопасности. Дорогие родители, к чему такое долгое повествование? Хочу вам сказать, что учите сразу своих детей нужным вещам. Почему мой отец не научил меня истории о Господу, не рассказал мне ничего? Отец 30-го года рождения. Он родился во времена сталинских репрессий. Друзья мои, он не знал о Господе сам ничего. И он понимал, что вот это будет помогать мне. Это спасет мою жизнь. Но вы-то люди, которые находитесь в церкви, те, которые обладаете и носителями являетесь ценнейшей информацией Иисусе Христе, не упоите ее в своем сердце. Нет, я не против прикладных наук, я не против высшего образования. Пусть в жизни ваших детей будет Оксфорд, Кембридж, Киево-Могилянская академия, Шевченко, что угодно, но пусть это будет второе, третье образование. Первым вузом для них должны стать вы. Научите их молиться. Научите их молиться, потому что, если они не будут молиться, они не познают, кто такой Господь. Научите их читать Библию. Мы сегодня вам подарим эту Библию. Начните именно с этого. Приучите их тому, что не служить такому Господу, как наш. Просто нельзя. Иначе они просто не вкусят всего того аромата и радости, которую может дать Господь через это. пусть ваш дом станет их первым университетом. Дорогая церковь, давайте встанем. Давайте встанем сейчас на наши ноги. Будем помазывать наших деточек Елеем, благословлять и посвящать для Господа Иисуса Христа. Драгоценный Господь, помазываем, благословляем, посвящаем для Господа Иисуса Христа. 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 Дорогая церковь, давайте прострем свои руки и благословим наших детей. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за великую милость к нам. Спасибо, что Ты подарил нам такое чудо наших деток. Боже Святый и Праведный, прими их сегодня под свое крыло. Благослови, сохрани, помилуй. Дай им быть здоровыми и крепкими людьми. Дай им быть хорошими, добрыми христианами, чей жизненный путь будет примером для многих и многих людей. Боже Святый, дай им хорошее здоровье. Дай им хорошее образование. Дай им хорошие работы впоследствии с хорошим содержанием. Пусть их дом будет полная чаша. И когда Ты подаришь им своих детей, Боже Святый, сделай так, чтобы они научили их тому, чему учат их родители. И мы их благословляем и благословляем Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте Господу громкую славу. Дорогие родители, у нас действительно сегодня огромный праздник. И ни один праздник в нашей церкви, в котором участвуют дети, не остался без подарков. Поэтому мы сейчас хотим вручить хорошие подарки. Что это за подарки? Это свидетельство о посвящении Вашего ребенка Господу и прекрасную иллюстрированную Библию. Голонцова Виталина Виталиновна. Под наши аплодисменты. Возьмите Виталина Виталиновна. Витальевна. Авраменко Каролина Олеговна. Пожалуйста, Каролина Олеговна. Крис Бессмертная Мия Назаровна. Пожалуйста, Мия Назаровна. Фомкина Ева Игоревна. Прошу Вас. Теплюк Доминика Артемовна. Пожалуйста, друзья. А сейчас парни. Компанец Святослав Евгенович. Пожалуйста. Шаховец Рувим Александрович. Пожалуйста, Рувим Александрович. Петров Илья Валентинович. Артюк Иван Николаевич. Артюк Иван Николаевич. Прими, пожалуйста. Цимбал Марк Денисович. Марк Денисович, прошу Вас. Теплюк Дамир Артемович. Ага, спасибо. Пожалуйста, возьмите. Кирилюк Дмитро Максимович. Держи. И Кирилюк Денис Максимович. Шпал аплодисментов, друзья мои. Дорогие родители. Вы держите сейчас в своих руках первый христианский документ вашего ребенка. Будут и еще. И в ваших руках сейчас та иллюстрированная Библия, которую читаю вместе со своими детьми. Вы станете ближе к друг другу и Господу. Мы вас любим. Поздравляем, благословляем. Проходите на свои места в добрый путь. А мы будем вам аплодировать. Аплодисменты.